Мои вы дорогулечки по поводу моей правды в этой жизни. Когда я что-то вам говорю, когда я рассуждаю, пытаюсь открыть какую-то тему, нырнуть в какую-то тему, я вам скажу, что я права на 100%. И всегда. Поправочка. На данный момент. Только в своем мире, только в своей жизни, в своем опыте и для себя. Но я никогда не претендую на правду в вашей жизни, чтобы это то, что я говорю, чтобы это было истинно, чтобы с ней все согласились, и это 100% так, и все. Для меня, да. Да, мои дорогулечки. И поэтому я, если с вами делюсь своим видением ситуации, открываю какую-то тему, раскрываю ее, возможно, не раскрываю до конца. Но, по крайней мере, то, что я могу на данный момент увидеть, осознать, подрезюмировать, порассуждать на сегодня, через год, это может быть совершенно другое. Даже через два месяца. Какой год, Господи? Алла, куда ты замахнулась? Потому что я каждый день работаю над собой. Я каждый день усовершенствуюсь. Я каждый день учусь. Девочки, спросите, что це таке работа над собой? Девочки, это когда у тебя мысли идут в хаос, а ты такая, стоп! Кто в доме хозяйка? Алла. Поэтому мысли 100, мы сейчас будем слушать меня. Не я буду слушать вас, а вы будете слушать сейчас меня. Да, останавливать мыслительную деятельность. Дальше. Что такое работать над собой? Тогда вы видите свою эмоцию, увидели ее. Опа, эмоция. Ага, осознали ее. Поняли, когда эта эмоция, на что она у вас срабатывает. Все, окей. Дальше. Когда вы начинаете говорить, вот я, если бы я так сделала, то было бы подругой. Стоп. Перестаем себя в чем-то обменять. Перестаем себя обесценивать. Понятно? Да. Потом. Работа над собой. Вы решили что-то сделать. Прокрастинация называется. Да? Откладываем. На завтра, на послезавтра. Вы берете ответственность. Вы начинаете делать то, что вы для себя решили. Решили там заниматься чем-то, да? А потом, ой, с понедельника. Не хочу сейчас. С понедельника. Хорошо, пришел понедельник, и следующий понедельник. Начните хотя бы 3 секунды что-то делать. Хоть ногу поднимите. Это уже будет работать. Понятно.